Для тех, кто знает, что такое матрица и так далее, каким способом доказывается несуществование разных конструкций при помощи матрицы? Первая задача. С любым графом на n вершинах можно связать таблицу размера n на n, заполненной нулями единицами. Таких таблиц называют матрицами. Заполненной нулями единицами, она таким образом. Ну, вершины графа мы считаем заменурованными числами от 1 до n. И если вершина i соединяется либром с вершиной j, то мы, на перечтение единицей свайки и житого столбца, ставим цифру по 1. Ну, понятно, что тогда вершина j соединяется с вершиной i, то же. Поэтому эта матрица будет симметрично относительно диагональна. Если на перечтение нито и житое единицей, то на перечтение житое i, то же будет единицей. Ну, а если в любом не соединять, то соответственно, вот возникает такая матрица. Она называется матрицей смежности вершин графа. И ее обычно, эту матрицу, используют, например, чтобы вообще задавать графу. Вот если вы пишете какую-то программу на компьютере, где нужно какой-то граф задавать, то можно, например, задать в виде матрицы. А матрицу в виде какого-то массива. Ну, так делается только если в графе много люб. Если в графе любом мало, то получится, что вам нужен массив размера n квадрата. Он будет очень большой, если n большое число. И займет много памяти. А реберта, может быть, совсем немного, там другие места используют. Ну, в принципе, эти матрицы используются. Цель, цель, цель. А как они возникают? Надо рассмотреть квадрат матрицы, да? Да, конечно. Конечно, конечно. Мы берем вот эту матрицу и назовем квадрат. То есть умножаем саму на себя. Чтобы матрицу умножить саму на себя, нужно взять какую-то ютилестроку, какой-то шутерик толпец и их переменуть. Три ютилестрочка АК номер толпа. И этот элемент будет умножаться на, соответственно, катый элемент вот в этой матрице. А это ведь тоже матрица А. Значит, катый элемент в столбце будет иметь номер Акажем. Потому что вот здесь и первый элемент в записи номеру и сроки, а второй в столбце. Так вот, здесь, если он имел номер К, он будет в катом столбце, поэтому здесь номер Акажем. А здесь он будет в катом 40. И вот эти два элемента друг к другому умножаются для каждого К. А потом все это складывается по всем К, единице, ДН. Вот эта вот сумма, она и помещается в новую матрицу, в позицию В и Ж, то есть на перечтень, И, то есть трехи, и Ж, трех толпа. Вот такое правило умножения матрицы. Ну, в данном случае, возведение А в квадрате. Вот правило умножения матрицы, оно тоже известно, для тех, кто их учал в теории матрицы. Вот мы взяли и перемножили матрицу. А умножили А, получили А в квадрате. Что будет в этой матрице стоять на диагонезе? То есть в случае, когда И равно 6. Тогда у нас получается вот такая сумма. А что такое АЕК и АКИ? Это же ведь одинаковые числа, потому что матрицы симметричны. Правильно? Если это единица, то есть ИТ вершин, если нет скатки, то и это единичка, то есть скатки и синтези. Ну да, это степень вершины. Да. Значит, такси эти числа всегда одинаковые. А чего они равны? Они равны либо нулю, либо единице. То есть каждое произведение это либо дно, либо единица. Сумма равна 1. А что такое слой единица? Это количество тех К, для которых АЕК равна 1. То есть количество всех вершин К, которые связаны с вершиной И. А это и есть и число, например, находящее к этой вершине. То есть ее степень. А поскольку в графе степени те, кто одинаковые, то вот эти числа везде будут одинаковые по всей диагонали. Не будут равны число А. Вот это и как раз степень степени вершинократа. То есть при произведении матрицы в квадрат в новой матрице по диагонали будут стоять числа ААА. Не на диагонали. Сколько вершин соединены с Итой и с Житой? Да. Если нет ни на диагонали, то вот эта сумма будет означать ложь. В этой сумме вообще-то n слагаемых, а слагаемые какие? Либо нули, либо единицы. Единицы когда будут получать? Когда оба со множественными. А что есть оба со множественными единицами? Значит, в графе есть серебро, идущее из вершины, и вершину К. И есть серебро, идущее, ну, соединяющее вершины К, вершины Ж. Вот только в этом случае получается 10. Ну и спрашивается, сколько таких единиц? А столько, сколько у нас имеется способов попасть из вершины и вершины Ж, через промежуточную вершину А. То есть число таких цепей блины 2 соединяются вершины и ИЖ. А сколько таких цепей блины 2? Это количество вершин смежно с вершином и ИЖ. А мы знаем, что если вершины и ИЖ не соединяются с серебром, то есть А нижний взял к 0, то это количество нам известно, оно равно 2, а именно 2 такие цепи. значит будет получаться двойка. В этой матрице по диагонали А, а вне диагонали будут стоять двойки. В каких случаях? В тех случаях, когда в исходной матрице там стоял ноль. Вот если ИЖ не соединяется с серебром, значит, в исходной матрице был ноль. А при изведении в квадрат там будет стоять двойка. Вот согласно нашему единику. А если в исходной матрице стояла единица, то есть они соединялись с серебром, то тогда ни одной какой-нибудь цепи вообще нет, потому что нет треугольника. Значит, никогда единица не возникает, везде ноль, и срока равна ноль. Там будет, значит, ноль. Ну и в итоге, значит, матрица А в квадрате установлена таким образом. Чем она отличается от матрицы А? Теперь надо объяснять. Значит, Е, Е это, как обычно, единичная матрица. То есть матрица, в которой по диагонали единицы вне диагонали друди. Ж, это... Все единицы. Ж, это матрица, просто заполненная одним единицей. Но ее не принято называть единичной матрицей. Вот эта матрица не бывает. Ну а теперь тогда смотрим. Что такое Ж минуса? Это нужно из матрицы Ж, а нет матрицы Суа. Матрица вычитается, то есть складывается очень простой. Пока не понятно. Значит, когда из матрицы Ж мы отнимаем матрицу А, ну на что получается? Там, где в матрице А была единица, после вычитания будет ноль. Там, где в матрице А был ноль, после вычитания будет единица. То есть Ж минус А, это фактически будет матрица, заполненная... Если исходная матрица А была заполнена числами, которые мы обозначали А и Ж, то матрица Ж минус А будет заполнена их отрицанием. То есть вместо нуля единицы, вместо единичной ноль. Но отрицание мы вот так обозначали, значит, будет вот А и Ж. Потом мы эту матрицу умножаем на двойку. Когда перед обозначением матрицы, это сразу же матрица и матрица. Умножаем на двойку. Правило умножения матрицы на число тоже очень простое. А просто каждый элемент матрицы нужно знать, что угодно. Значит, мы здесь просто умножаем все элементы на двойку. Значит, получается вот такие числа. А что это за числа? Если А еще равнялось нулю, то это будет двойка как раз. А если А еще равнялось единице, то это будет как раз ноль, потому что два умножаем на ноль. Ну, то есть то, что вот и должно быть. То, что и должно быть. А, вот. Но эта матрица устроена ровно так, как нам нужно, но на всех элементах, кроме диагонали. Мы диагональными рассматриваем. А что в ней на диагонали? Два умножить на отрицание А и И. А что такое А и И? По диагонали у матрицы А что стоит? Нули. Нули здесь, да. Нули. Значит, А. А отрицание нулей будет единица. То есть двойки. То есть у этой матрицы по диагонали тоже стоят нули. А нам нужно, чтобы по диагонали стояли А. Вот для этой цели, чтобы исправить это, мы прибавляем к этой матрице вот эту матрицу. А-2 умножить на е. Значит, ну как умножается А-2 на е? Я уже сказал, чтобы матрицу умножить на число, нужно каждый элемент матрицы умножить на е. Значит, после умножения единиц на А-2 получается матрица, в которой по диагонали везде стоят А-2. А вне диагонали тоже. Ну и теперь, если мы эту матрицу складываем с этой, то что? Вне диагонали мы прибавляем 0, то есть ничего не меняется. А на диагонали были двойки и прибавили А-2. То есть на диагонали получилось А. Ну и в итоге у нас получится, нужно на матрице какое-то множество, то есть на диагонали стоят А. А вне диагонали вот стоят 0. Ну вот такие вот числа. Ну хорошо, и что? Получили квадратное уравнение на матрице А. Да, получили квадратное уравнение на матрице А. Ну а дальше, ну вот дальше можно что сделать? Дальше можно ввести новую неизвестную, вместо матрица А можно, например, прибавить к ней матрицу ИЗИ. Ну то есть по диагонали вы видите на единичку. Ну да, уравнение перепишется. Да, уравнение перепишется. Вот, и перепишется оно вот таким образом, что оно вместо такого квадратного уравнения со всеми степенями превратится в простейшее квадратное. То есть В квадрат будет равно А-1 умножить на е, плюс 2g. Ну это означает вот такая матрица. Вне диагонали двойки, а на диагонали А плюс 1. Ну это понятно, да, да, да. И В квадрат равно вот такой вот матрице. Ну а потом, значит, надо собственные числа вычислять. Собственные числа. Это что означает? Это означает, что если мы берем матрицу А и умножаем на вектор Х. Ну вектор мы... Да, нет, это понятно. Не надо просто, кто знает, кто знает. Да. Давайте просто рассказывать для тех, кто знает. Да. То, значит, если результат будет совпадать с этим вектором, умноженным на некое число желта, то вот это называется собственное значение А, а это собственный вектор. Значит, что там тогда получается тогда? Мы смотрим, что... Вот эта сама матрица, она имеет собственные значения какие? Она имеет... А минус 1. Значит, сейчас. Да, она имеет значение А минус 1. Собственное. Причем имеет кратности n минус 1. И имеет еще одно собственное значение кратности 1. А именно 2n плюс А минус 1. Вот можно проверить, что она еще и такой. Ребят, кто знает, что такое собственное значение, это безусловно может посчитать. Вот матрица B квадрат. Да. Да. Теперь есть такое, значит, право. При возведении матрицы в квадрат, собственные значения тоже возводят в квадрат. Да. И отсюда получается, что у матрицы B собственные значения будут квадратными камнями из этих чисел. Да. А именно, будет... Некоторые собственные значения будут плюс-минус квадратный корень из Bt-1, а некоторые будут плюс-минус квадратный корень из Bt. Да. Батральный корень из вот этого числа, если вспомнить, чему равно n, а n у нас чему равно? 1 плюс А, плюс А на А минус 1 попало. Да. Когда мы удвоили, у нас получилось 2, потому что 2А плюс А квадрат минус А. Когда добавили А минус 1, у нас сокращается. В общем, это просто матрица А плюс 1. Если 6 квадратный корень, то будет А плюс 1. Корень измельчается на отсюда. Это будет А плюс 1. Вот. Ну, на самом деле, матрица B, поскольку она равна А плюс Е, там и так можно проверить, что у ней одно из собственных значений как раз будет А плюс 1. Для всяких выведений квадратный корень из квадратных. Ну, потом нужно учесть, что матрица у нее асимметрическая, как предположено. Да, пустота была асимметрическая. Есть теорема о том, что у таких матриц все собственные значения существуют и действительны. Но некоторые из них могут встречаться несколько раз, то есть быть красным. И сумма этих собственных значений, это называется след матрицы. А след матрицы, это на самом деле сумма диагональных элементов. Да, то есть n. Да. И вот, пользуясь вот этим фактором, мы получаем вот, что у матрицы B с одной стороны, значит, след равен n. След равен n, да. А с другой стороны он получается так. Некоторые собственные значения равны А плюс 1 плюс плюс минус. Если их сложить, будет А плюс 1, он может находиться число S. Мы не знаем с какими кратностями, и, значит, некоторые собственные значения... Корень из А минус 1. У меня А минус 1, почему там? Должно быть А плюс 1. Нет, А минус 1. Вроде бы правильно. Вот здесь я неправильно, по-моему, не писал. А минус 1. Это правильно? Вот. А минус 1. Ну, тоже с какими-то знаками, неизвестно с какими, но сумма будет равна этому числу, ну, что такое число n. Короче говоря, получается у нас вот такое уравнение, что натуральное число n выражается с помощью каких-то целых чисел через наше число а вот в таком вот сумме. Ну, а дальше надо пытаться это уравнение решить. Ну, и в итоге выясняется, что оно может иметь решение только в одном случае. Если вот этот корень изныкается наше число, ну, что, в общем-то, не удивительно, да? Да, конечно. Ну, да, вот это целое, это целое, вот это что-то должна тоже быть делать. Да, собственно, это и так. Ну, раз так он изныкается наше число, то получается, что Адам был 1,7%. Ну, вот уже частично получилось то, что нужно, что на самом деле Адам должен равняться 1,7%. Правда, еще непонятно, к чему n нельзя 4, но с помощью дополнительных махинаций надо еще доказать, что n не должно где-то 7,4. Вот, вот примерно такие соображения. Они, в общем, не сложные, даже в каком-то смысле стандартные. И, кстати, все остальные теорему заказывают примерно так. Тоже возводится нацвицем в квадрат, тоже вычисляется, что там получается в нее и ее. Квадратное уравнение, они все разные уравнения, конечно, будут. И решаются они по-разному. Вот здесь оказалось все довольно просто, потому что, так сказать, структура такая вне, а в некоторых случаях надо все-таки хитрее делать. В общем, вот так он для нас.